Привет, ребята! Всем привет к ЮНРЕСБЛАДЕДУК РЕАКЦИН. Для сегодняшнего видео мы поехали к нашим любимым странам, который называется Руссия. Руссия и спасибо нашим друзьям. Как вы все знаете, если вы делаете хорошо и прекрасно. И название этого видео, как вы видите в моем тумане, это «Путин имеет персонал танк армии». Как опасно является дивизион ТМЕРУБ. И я также предоставил его с видео «Легенд 2020» в описании. Я оставил его в описании, чтобы вы также можете связаться с этим видео. И если вы не знаете моего канала, пожалуйста, нажмите на кнопку подписчиков и нажмите на колокольчик. Так что вы будете обновлены в следующем видео, подписчиков и комментариях. И рекомендации связаны с этим видео или любые русские видео. Русские артисты, которые вы можете предложить, пожалуйста, нажмите в комментариях. Я люблю читать и отвечать всем. И делайте свои видео. Это очень интересная вещь. И это очень круто смотреть в этом видео, ребята. Потому что представьте, что Путин имеет персонал танк армии. И Т-14 и Т-90 являются самых сильных танков. И даже, я думаю, они просто отправили его в ВИАКЛОН Компитацион. Это было очень интересное. Я очень рад. И я очень рад. Спасибо большое за все поддержки, которые пришли в нашем предыдущем видео реакции. И оставьте свои комментарии. Я также поставлю их в комментариях, ребята. Чтобы вы можете видеть свои имена. Спасибо большое, ребята. Всегда поддержите. Like и share это с этим видео. И share это с вашими друзьями. Я даю немного информации относительно этого видео, ребята. Поговорить, что Кантим руб все равно. Это сооружение, что Кантим руб все равно, и на самом деле, с его личным танк армией. Распределять на какие-то расстановки, это было самое массовое танк армии в мире. Кантим руб все же, как он сохраняет область с огромными источниками и техническими устройствами. Это военнослужащие насоснание и благотворительное танк в мире. О, Господи, это действительно потрясающе. Я надеюсь, что вы будете веселиться и вычислить это видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. И давайте посмотрим на это, ребята. Вычислить это видео. А вы знали, что у Путина есть личная танковая армия? Это танковое подразделение подчиняется напрямую лично президенту и способно всего за пару часов захватить такие страны, как Латвия, Литва и Эстония вместе взятые. О том, на что способна современная Кантемировская дивизия и для чего Путину нужна личная танковая армия, вы узнаете прямо сейчас. Ооо. Не так давно по приказу министра обороны Сергея Шойгу была полностью модернизирована легендарная Кантемировская дивизия. Ооо. Стратегия Советского Союза в противостоянии с Североатлантическим Альянсом подразумевала в случае необходимости стремительный прорыв до пролива Ла-Манш. И несмотря на существенное изменение военных технологий в 21 веке, такая боевая задача и сегодня вполне выполнима. И осуществить ее может именно Кантемировская дивизия. Ведь это не только танки и бронемашины, это по сути полноценная армия, включающая в себя различные виды войск. Всего в состав дивизии входят более 130 наименований боевой техники. Кроме трех бронетанковых полков, которые в общей сложности насчитывают 600 машин, в Кантемировскую дивизию входят ракетные войска, артиллерия и разведка. Соединение имеет собственные силы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, инженерно-саперных войск, батальоны связи и материальное обеспечение. Отдельно стоит упомянуть роту беспилотных летательных аппаратов на вооружении, которые находятся как разведывательные, так и ударные дроны. А на службу в эту дивизию отбирают только самых опытных офицеров в российской армии. Одним словом, Кантемировская дивизия способна не только обеспечить мощный удар по противнику, но и может защитить себя от любых средств противотанковой обороны, причем как на земле, так и в воздухе. Легкие бронированные машины пехоты гарантируют стремительный прорыв в тыл противника. Уничтожение наземных укреплений противника, а также его техники и живой силы обеспечиваются реактивными системами залпового огня ТОС-2, Ураган и Торнадо. От атак с воздуха кантемировцев прикрывают зенитные установки ТОР, Стрела и Тунгуска. В сочетании с системами радиоэлектронной борьбы они способны отразить любые авиационные и ракетные удары и нападения боевых беспилотников. Но, разумеется, главное село Кантемировской дивизии — это танки. Сегодня на её вооружении состоят модернизированные и достаточно эффективные танки Т-72, Т-80, а также новейшие Т-90 и Армата. К примеру, пусть и не совсем новый танк Т-72 способен преодолевать по дну водные преграды шириной до 1 км и глубиной до 5 метров. В расположении дивизии находится собственный вододром, где танки весьма успешно отрабатывают преодоление водных преград. Гвардейцы Кантемировской дивизии регулярно становятся победителями международных танковых биатлонов, демонстрируя высочайшие навыки во всех предложенных дисциплинах. И раз уж мы заговорили об уровне подготовки, стоит упомянуть о том, что и сами Кантемировцы — бойцы высочайшего класса. Например, они регулярно проходят под так называемой «тропе разведчика», которая включает в себя более 30 различных препятствий и считается одним из наиболее сложных испытаний современного спецназа. Но вернёмся к танкам. Безусловным флагманом Кантемировской дивизии является танк Т-90М. На нашем канале мы неоднократно делали обзор этой уникальной машины, но тем не менее напомним основные её характеристики. Ключевым критерием любого танка является его живочесть. В проекте Т-90М за счёт применения новейших средств защиты этот показатель доведён до максимального уровня, возможного на сегодняшний день. Лобовая проекция и часть других поверхностей оснащаются современной динамической защитой типа «Реликт», которая по своей эффективности в несколько раз превосходит все аналогичные системы. Уникальный комплекс «Накидка» уменьшает вероятность обнаружения Т-90 авиационными или наземными средствами противника. А новый автомат заряжания и модернизированная пушка в сочетании с возможностью развить скорость до 60 км в час делают Т-90 одним из самых стремительных и смертоносных танков современности. Кто видел атаку хотя бы одного танкового батальона, знает, эту лавину стали и огня остановить невозможно. А если речь идёт о дивизии, то мощь такого соединения сложно даже представить. Тем не менее, давайте попробуем проанализировать основные тактические возможности Кантемировской дивизии. Основным её преимуществом является осуществление широкой атаки с невероятной огневой мощью и ударной силой. Даже без поддержки ракет и артиллерии сотни танков наверняка способны уничтожать живую силу противника, его пулемёты и противотанковые орудия, а также полностью или частично разрушать разного рода противопехотные и противотанковые препятствия. Причём вся эта мощь обрушится на голову неприятеля совершенно неожиданно. Внезапность является одним из решающих факторов успешности танковых войск. Именно она способна кардинально переломить не только исход отдельного боя, но и всей военной кампании. Такой массированный танковый удар, который может предложить Кантемировская дивизия, остановить практически невозможно. Атака по широкому фронту обеспечивает танкам достижение максимального результата с наименьшими потерями, тем более что основные оборонные укрепления противника могут быть заранее уничтожены артиллерийскими и ракетными ударами. Скептики утверждают, что развитие различных противотанковых систем и совершенствование высокоточного оружия существенно снижает эффективность танков как основной ударной силы. Однако не стоит забывать о наличии в танковых подразделениях собственных средств ПВО, которые практически полностью устраняют преимущества противотанковых систем. При этом сам танк остается мощнейшим оружием штурма, которое практически неуязвимо для легко вооруженного противника. Современный танк способен к ведению боя в любое время суток и в любых климатических условиях. Вся Кантемировская дивизия представляет собой по сути единый организм, который будет действовать слаженно. Это прекрасно налаженная система связи, обмена информацией с другими танками своего подразделения и другими подразделениями в целом. Наконец, современный танк — это лучший способ борьбы с танками и бронетехникой противника. Правда, при условии, что он превосходит их по эффективности или, по крайней мере, не уступает им. А в этом вопросе у Кантемировской дивизии полный порядок. Во-первых, флагманская машина Т-90М является одним из лучших танков в мире. А во-вторых, в группе с каждым танком одновременно работают разведка, артиллерия, зенитные и противопехотные войска, что многократно повышает его эффективность. При таких условиях, даже уступая противнику по количественным показателям, можно уверенно рассчитывать на победу. Ну а если дивизия располагает большим числом бронетехники, то вопрос «кто кого?» становится чисто риторическим. Если сравнивать Кантемировскую дивизию со всеми бронетанковыми войсками Германии, сильнейшей страной европейской части НАТО, то перевес по количеству явно будет находиться на стороне России. Согласно последним данным, в составе Кантемировской дивизии находится более 600 танков и еще около 300 бронированных машин пехоты. В то время как на вооружении Германии насчитывается менее 400 танков, большая часть из которых морально не может сравниться с российскими боевыми машинами. Даже объединившись с Польшей, немцы будут в состоянии выставить против Кантемировцев не более 600 единиц бронетехники. Так что упомянутая в самом начале задача дойти до Ла-Манша и сегодня вполне выполнима. Существование блока НАТО, в особенности план по его расширению на восток, по-прежнему противоречит национальным интересам России. Однако особо волноваться по этому поводу не стоит. Нам есть чем дать противнику достойный ответ. И 4-я танковая Кантемировская дивизия — лучшее тому подтверждение. И это очень невероятно. Я очень удивляюсь. Вау! 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 Вау!